Приветствую вас на канале МастерССС, на связи с вами Серега. Ставим лайк этому видео и обязательно подписываемся на наш канал, если вы еще этого не сделали. Итак, этим занятием я открываю новый цикл уроков под названием HTML Мастер, в котором будем обучаться HTML 5 с самого-самого нуля. То есть, даже если вы еще не знаете, что такое HTML и с чем его едят, не волнуйтесь, вы это скоро узнаете, поймете и увидите, как все на самом деле легко и просто. Итак, прежде чем мы начнем, я хотел бы сначала объяснить, что не стоит ограничивать HTML, например, четвертой версии и пятой. Почему? Все достаточно просто. Смотрите, допустим, у вас есть какая-то программа. Сначала она была версии 1.0, потом 1.2, потом 1.5, потом 1.6 и так далее. Там уже вторая версия появилась. Но суть в чем? Функционал программы остается тем же, просто что-то удаляется, что-то добавляется, а что-то оптимизируется. То же самое можно сказать и касательно HTML 5. Какие-то теги вышли из моды, какие-то, наоборот, добавились и что-то там еще, допустим, оптимизировалось. И так как мы будем изучать HTML 5 полностью с нуля, то, конечно же, мы будем затрагивать все полностью теги, которые относятся к HTML 5. И старые, которые использовались раньше, и новые. Поэтому по этому адресу я не хочу слышать от вас критики, что вот это уже старый тег, про него все знают, новички не знают. А так как я хочу записать курс, самый понятный, так скажем, в мире для новичков, я хочу сделать все аккуратно и с самого нуля. Итак, теперь дальше. На чем мы будем работать? Мы будем использовать редактор Brackets. Почему именно него? Именно он. Все очень просто. Смотрите. Во-первых, он бесплатный. Во-вторых, он поддерживает русскую версию. Он понятен более-менее для новичков. И последнее в-четвертых, это то, что он, по нему у меня записан достаточно продвинутый видеокурс, который объясняет людям, как работать с этим редактором, как его настраивать, подключать плагины. В общем, как сделать его максимально удобным для себя. Ссылочку на этот видеокурс я оставлю в описании под данным видео. Поэтому, если кто-то еще не умеет с ним работать, то просто переходите и учитесь параллельно с этими занятиями. Там все очень просто, все очень легко. Теперь дальше двигаемся. Прежде чем мы приступим к какой-то практике, даже самой-самой, так сказать, базовой, сначала я хочу объяснить новичкам, что из себя представляет любая, обратите внимание, совершенно любая страница в интернете. Давайте мы откроем вот такую страничку. Просто посмотрите, видим здесь и название, и картинки, и формы подписки. Тут таймер какой-то тикает. В общем, это то, что мы видим в браузере. Какой-то дизайн, красиво оформленный или не очень, все зависит, конечно же, от самого верстальчика и дизайнера. Но суть в том, это то, что мы видим в браузере. Но на самом деле, браузер понимает все это совершенно по-другому. Смотрите, я уже вам показывал редактор. И вот здесь, это та же самая страница, на которую мы только что смотрели, просто она представлена в коде. То есть браузер видит каждую страницу как какой-то определенный код. В данном случае это HTML-код, но смотрите, что важно. Допустим, вы используете CMS или просто какую-то самописную на PHP систему. Но суть в том, что PHP, тот же самый PHP, он обрабатывается на сервере и выдает браузеру понятный ему HTML-код. Именно поэтому мы сначала должны изучить HTML, потому что это основа основ. Это то, с чего начинается понятие сайтостроения. Это HTML. И здесь еще, что вам важно понять. HTML, если вот наша страничка, любая страница в интернете, она сделана на HTML, то HTML, в свою очередь, он состоит из множества тегов. То есть теги это вот такие штуки. Видим, тег HTML, тег HEAD, тег TITLE. Все это вы потом поймете, что они значат и для чего они здесь прописываются. Ну, в общем, вот вся вот эта каша, она представляет из себя набор тегов, понятный браузеру, который интерпретирует их вот в такую визуальную конфетку, скажем так. Дальше. Прежде чем мы начнем работать, давайте сначала мы создадим на нашем рабочем столе папочку под названием HTML-мастер. Мастер. И в этой папке мы и будем дальше учиться и работать. Теперь мы перетаскиваем эту папочку в наш редактор и таким образом создаем в нем новый проект под названием HTML-мастер. Он совершенно пустой, видите, здесь ничего нету. И первым делом, что мы должны сделать, это создать поле, так сказать, битвы с HTML. То есть создать файл, страницу, которую можно будет открыть и посмотреть в браузере. Щелкаем правой кнопочкой здесь, выбираем новый файл. И обратите внимание, вводим название index.html. Давайте я все это сохраню. Видим, вот у меня получился такой файлик. Название index.hrtml. Сразу хочу обратить ваше внимание, что название и расширение, в принципе, могут быть любым. Но почему именно index? Index это, смотрите, когда мы, например, указываем браузеру открыть какую-то папку в интернете, допустим, сайт mastercss.com, он первым делом ищет там файлик index.html, index.php и так далее. То есть index это тот файл, который браузер ищет по умолчанию. Именно поэтому мы его так называем. Единственное, что не стоит, то есть, ну как вы поняли, файл можно называть любым способом. Единственное, что не стоит использовать русские символы, не стоит использовать пробелы и какие-то спецсимволы. То есть латиница, цифры, знак подчеркивания, мы все это можем использовать в названии файлов. Остальное табу, потому что браузер может не понять и выдать вместо страницы ошибку, что такая страница не найдена. Расширение html указывает, что мы будем работать с html кодом. Однако, мы можем здесь указать любое расширение. И если браузеру мы скормим такую страницу, он откроет, посмотрит, что там html код и отобразит его. Но суть в том, мы используем html, поэтому давайте все будем делать по стандарту. Итак, теперь дальше. Смотрите, любая страница в интернете, она начинается с открывающей угловой кавычки и заканчивается закрывающей угловой кавычкой. Ну, даже откройте сейчас в коде любой там сайт, гугл, яндекс, вы увидите, что первый символ в коде идет вот такой, последний символ в коде идет вот такой. То есть это основа основ. Запомните, если есть открывающая угловая кавычка, должна быть и закрывающая. Далее, давайте я эту страницу открою, просмотр кода элемента. Видим, вот у нас здесь, видим, угловая кавычка открывающая начинается, вот у нас тут закрывающая угловая кавычка. Что такое доктайп, я потом вам расскажу. Но сейчас суть в чем. Если каждая страница в интернете, она содержит в себе html, чтобы браузер понимал, что отображать, что мы от него хотим, то, в свою очередь, весь html, он полностью состоит из тегов. То есть, смотрите, тег html, тег head, тег body, тег div, тег header, тег ethical, тег footer. То есть, любая страница, она, то есть, html файл, он полностью состоит из тегов. То есть, вот это понятие теги. И смотрите, как работают теги. Давайте я сделаю так, нажму тут живой просмотр, чтобы у нас файлик индекс html открылся в браузере. Уберу здесь эти кавычки. Дальше, смотрите. Любой тег, он начинается с открывающей угловой кавычки и заканчивается закрывающей угловой кавычкой. То есть, именно поэтому сайт начинается с открывающей и закрывающей угловых кавычек. Внутри этих угловых кавычек мы пишем название тега. Там могут быть еще атрибуты и так далее, но это мы будем разбирать потом. Например, давайте мы здесь напишем, то есть, пока названия тега нет, браузер видит это просто как какие-то две кавычки. Но если мы сюда занесем название тега, давайте hr, нажмем сохранить, обновим страничку, то мы увидим, что здесь появилась линия. То есть, в коде написано hr, но браузер понимает, что здесь надо отображать линию. И он вместо кода выводит вот такую линию, видим, да? Так вот, видите, вот это открывающая угловая кавычка, здесь идет название тега, а здесь у нас, получается, он закрывается. То есть, мы браузеру сообщаем, здесь начинается тег, здесь указывается какой тег, и здесь тег наш заканчивается. Браузер видит тег hr и отображает линию. Далее идем. Любые теги в HTML делятся на две группы. Первая группа это одиночные теги, то есть теги, которые состоят из одного тега, скажем так. Но есть еще другая группа, которая называется парные теги. Парные теги используются тогда, когда подразумевается, что в них должен содержаться какой-то контент. Например, давайте мы здесь напишем текст «Привет», запятая «Я твой первый абзац». То есть, сохранимся, обновимся, вот видим, здесь у нас разместился этот текст. Дальше идем. Так вот, абзац необходимо размещать в теге p. Поэтому мы браузеру сообщаем, что здесь у нас начинается тег p, то есть здесь у нас начинается абзац, это я удалю пока что. То есть здесь у нас начинается абзац. Обратите внимание, как начинается парный тег. Он начинается точно так же, как и одиночный, видите, да? И потом, когда абзац заканчивается, мы должны браузеру сообщить, где же наш абзац закончится. Так как он у нас заканчивается здесь, мы пишем закрывающий парный тег p. Вот он, да? И теперь посмотрите внимательно, как отличаются парные теги. То есть, вот открывающий тег, вот закрывающий тег. И все различия между ними, они абсолютно одинаковые, за исключением, что к закрывающему тегу добавляется слэш. То есть, благодаря вот этому слэшу, браузер понимает, что здесь не начинается новый абзац, а наоборот, заканчивается старый. То есть, тот, который мы уже завели. Таким образом, простое правило. Любые теги, названия тегов прописываются в угловых кавычках. Если тег парный, то он состоит из двух абсолютно одинаковых тегов. То есть, открывающий тег, закрывающий. Но закрывающий отличается тем, что в него добавляется слэш. То есть, сразу после открывающей угловой кавычки, добавляется вот такой слэш. Таким образом, вы можете, например, указать, какой текст жирный. Смотрите. Например, мы хотим сделать жирный текст. Для этого нам необходимо использовать, например, тег B. Давайте мы его здесь сохраним, обновим страницу и видим, что весь наш абзац стал полностью жирным. Но, например, мы хотим только использовать слово «привет» первое сделать жирным. Поэтому мы должны указать браузеру, где наш жирный текст должен заканчиваться. Для этого используем закрывающий тег B. Вот он какой. «Привет» и видим, что здесь осталось «привет» жирное. Все остальное идет уже нормальным шрифтом. Так, в принципе, на этом мы, так сказать, вводную часть в HTML можем заканчивать. Но есть еще один момент. Этот момент называется «кодировка». Мы потом разберем более подробно, что такое кодировка и как с ней работать. Но, возможно, у вас сейчас здесь вместо обычного текста используются какие-то кракозяблы, отображаются. Как это зло победить? Смотрите, мы идем в браузер, идем в «дополнительные инструменты» и выбираем здесь «кодировочка». Видите, да? И здесь обратите внимание кодировка UTF-8. Сразу говорю, что «brackets» по умолчанию, да вообще он работает только с кодировкой UTF-8. Но если ваш браузер, например, открыл страницу в кодировке Windows 1251, то вы увидите вот такие кракозяблы. То есть, чтобы все было нормально, если вы используете brackets, идете в «дополнительные инструменты», «кодировка», ставите UTF-8. Позже я вам расскажу, что означает кодировка и как браузеру указать, чтобы он сразу открыл страницу в нужной кодировке. Итак, друзья, на этом, в принципе, все. Спасибо за внимание. Ставим лайк данному видео, подписываемся на наш канал. И еще один момент. Следующее видео вы получите только при одном условии, что данное видео наберет 25 лайков. То есть, совершенно немного для моего канала. 25 новичков, которым будет полезно это видео, я знаю, точно среди вас найдется. Поэтому ставьте лайки. И как только наберется 25 лайков, на следующий день я выложу для вас видео под номером 2. Всего хорошего. На связи с вами был Серега. Субтитры сделал DimaTorzok